Ребята, привет! С вами Игнат. Я с мамой и с Мишей. Мы идем в Никиту. Никитский ботанический сад. Пойдемте, подойдем к этой, да? Да. Да, к Стелле. О, а там пешеходка, что ли? Ладно, мы сейчас быстренько здесь пройдем. Помашите, я вас представил, я буду снимать. Мы в целом за. На улице Куртик я в шляпе. Это место санта. Надо было не брать, конечно, шляпу. Ну вот, в 1812 году он основан. В принципе, все. Здесь мы сделали, отметили. Идем вниз. Дождь начинается, ребята. Мною был отмечен, смотрите, какой широкий тротуар в Никите. Ничего, блин, нету там ни в Гурзуфе, ни у нас семьи. И не знаю, нигде я не видел таких тротуаров. Обычно там идешь по дороге, по обочине и все. Но на семье изи немножко узенький сделали тротуар. Здесь посмотрите, какая красота. А еще мне вот, смотрю я вот на эти вот угодья, которые справа тут дома не застроены, не достроены. Мы думали, это самозахваты. Думаем. Ну, что-то вроде как такие нормальные самозахваты. Прикольное место. Трассу здесь, она повыше, она ее и не очень-то слышно. Вышло солнце. Смотрите, дорога ниже, тротуар выше. Круто здесь. Мне вот с самого начала зашел этот поселок. То, что тротуар такой широкий. Первая смотровая. Слушайте, когда вот за рулем здесь ездишь, я ничего этого не видел. Я не помню этого. Сама Никита там, а ботанически походу там. Блин. Все, вот бы я тоже посмотрел, конечно. Ты помнишь это, да? Да. Я просто, когда за рулем, я вообще, да, после рулятная это все как бара на новые ворота смотрю. Иду и вообще, говорю, как будто я тут и не был. Смотрите, как красиво. Тут такой кармашек нехилый. Так, наверное, стоянка, чтобы перед ботсадом ставить здесь и идти туда пешком. Блин, вот этот вот район тоже мне хочется весь пройти. Не знаю, ребят, будет он в этом ролике, нет? Скорее всего, нет. Ну, я бы погулял там, обязательно это сделаю. Да, мам, это вот Ялта спереди. Это Ялта? Угу. Местная... Местный кота-фей? Или кота-фейка? Кота-девочка. Кота-девочка. И причем она будет скоро с детками. Вот залетела, мадам, да? А вот, смотрите, муж Грозный сейчас стоял, так смотрел. О, типа, кто тут? Посмотрите, Грозный. Да, он реально Грозный. А ты его видел, когда он на камне стоял, у него такой... О-о-о! Жену мою. Что это? Кто тут наглазывает? Что за потягушки? Что за потягушки? Ой, как красиво. Даже эти облака... А, там дождик идет на мост. Да, далеко. Мне кажется, и над Ялтой дождик идет. Вот это мне нравится. Дорогов бы поменьше, и была бы и дорога нормальная. Да, мы не Россия будем, если дорогов поменьше. Да, вся концепция рушится. Миша говорит, все в дороге отремонтировать. В принципе, природа все остальное делает. Нет, ну еще дворников поставят, чтобы уборку делали. Все, а то в центре моют, там что-то убирают. А чуть в стороночку, и бам-бам! Валяется все. Ну, скажи дворникам, что типа, ну, плохо убирать, и скажут, это вы потому что гадите, а не потому что мы не убираем. Они еще сейчас описали, что туристы приезжают. Чисто не там, где убирают, а там, где не пусырят. Согласен, но в этом случае я вот эту концепцию придерживаюсь, но тогда должна быть очень доступна урна. Хотя бы их убирали, и они почаще не стоят. Да, мам, я показывал недавно, мы пришли на поляну сказок, на всей площади ни одной урны не было. Ну, а вот допустим, когда мы спускаемся в Семииде к пляжу, у нас везде стоят урны. Ну, в Семииде, да, стоят. Немного урны бросают туда вниз мусор. Потому что это, как мы сказали, Россия, да? Дураки. Да, дураки дороги, две проблемы. Уберешь дураков, не будет России. Поэтому без них никуда. О, кстати, а мы пришли, вот он же, бодсад. Ну, два километра прошли уже. Походу, да. Что-то он нас обманул. Что-то он с нас хотел. Ну. Нормально. А, да, сейчас таксисты нам говорили по 50 рублей и довезем до бодсада. А, кстати, мы вот так заезжали. Мы вот так заезжали. Откуда? Мы когда из Курсии едем, вот мы вот так заезжали с тобой, мы так заезжали по этой дороге. А, ну, мы сейчас как-то... Ну, да, наверное, она там где-то уходит. Вот еще одна, наверное, а-ля парковка. Это гранаты цветут. Это гранаты цветут? Да. Да, это гранаты. Красиво, да? Блин, отсюда как смотрится. Я же все нафотографировала. А гранат не смотрится. Они будут зреть до января. О, уже видишь, что даже гранатики делаются. О, да. Давай, мам, я поближе. Сегодня будет букет какой-нибудь. Формируется. Сейчас сама подожди. Ветки какие тут. Ну, хоть в нее и воню, или нет, а? Да в нее. Что, давайте вот туда навстречу. Что-нибудь там? Ну, только надо... Да нет, здесь много места. Да, это для нас. Блин, какая дорога офигенная. На ее быках все дороги к поселкам со своей изюминкой. На семейной узкой с кипарисами здесь широкая. С такими вековыми деревьями, соснами, кедрами. Тут столько всяких этих деревьев. Смотрите. Вряд прям сосны. Как круто смотрится все. Блин, а вот что значит ботанический сад рядом. Тут очень много дорогих, ценных пород хвойных. Я говорю, ощущается... Так они уже начались. Они еще как вот тут с поворота. Ощущается близость к саду. А, ты видел, снимаешь его. Смотрите, платная парковка. Да, и тогда тоже тут ветка прям на полу. Если бы была чуть пониже, так сзади встать, получился бы такой эффектный хвост. Мы говорим, лежит лапа на полу почти. А, я поймал какую-то колючку. Церковь вон. Пойдемте в церковь, зайдем. Она открытая. Нет, вон те гортензии. Шарик. Ребят, я вам советую прям сверху идти сюда, добудет сада, чтобы разглядеть все это и подышать этим. Блин, а какие кипарисы здесь огромные. Ё-моё. Вот ему, наверное, уже лет 200. Я точно поставлю. Какая красивая церковь. Чего-то я, блин, недооценивал Никиту. Да, революционная тоже. Царская семья. Храм Преображения Господня. Александр молодой. Хвостик какой-то песен. Вот сейчас всех с такими же бородами ходят, как Александр сто лет назад ходил. Если бы они с такими, они ходят с козлячьими. Эти потолки называются кессоны. Вы посмотрите еще эти. Вот, смотри-ка. Вот, бурзуфи. Как что? Как дверь в бурзуфи тоже. Ага. И эти, как называется на окнах витражи? Мозаичные. Прям какая была церковь такая и есть. Класс. Как круто потолок сделан. Деревом взял. Угу. Ну да, и то, что рублю вписал, наверное, все в Москве. Посмотрите, как пол отполировано. И посмотрите на алтарь, какая работа резная. Как красиво. Окна, смотрите, какие. Наверное, трехметровые. Вот как она сбоку выглядит. Памятник из... А, еще УСССР памятник. Историко-мемориальное здание. Охраняется государство. Ой, так мне кажется, и вот это вот все, ребята, старое. Такая остановка. Здесь крутая. А, вот написано 1886 год. А, вот и мемориал Великой Отечественной. Вот тут где большая парковка. Туалет. Я бы, кстати, сходил. Я бы сходил. Я бы сходил. Идите покажем. Как всегда, наверное, платный. По... 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 По вам, ничего себе номер. Вон как церковь отсюда смотрится. Прикиньте, туалеты бесплатные. Мы с Мишаней говорим, что подоходим. Я говорю, косарь, Миша, говорит, 900 вход будет. А если туалет бесплатный, значит, входит 900. Где-то жди подвох. Где-то жди подвох. О, говорит, Семизи, вот это высадить. Посмотрите, какие тут пальмы шикарные. Блин, а вот это дерево какое шикарное. Вот эти пальмы огромные, говорю, вот они вот, видишь, цветут беленьким? Ага. И вот сейчас вот они вот такие маленькие, просто без ствола. И цветут белым. Это сколько лет надо, чтобы они вот такие? Лет 200? Ну, наверное. Короче, мы уже не увидим это, как бы. Хорошо, что эти хоть жучки не поели. А то, что вон все пальмы тут в Йелте жрут, жучки какие-то. Ну, пойдемте туда пониже, там есть кафешка. Вход этот, помню. Ну, вход, а кафешка. А, там есть? Да, там ниже еще кафешка должна быть. Просто мы... Ой, вот это вот уже прикольный фонтан. Ну, а тут вот пицца и кофе, короче. Не, вот как фонтан в стене, круто смотрится тоже. А вот это, наверное, тоже территория ботсада. Да. Ну, это такой же забор. Вот, смотри, сынок. Как пальмы подперли. Они сейчас, видишь, вот такие? А, ну да. Семи-изи. А наверху вот они так же цветут. Просто они вот так вот вырастают, вот такими становятся. Ага. Ну, это 200 лет надо, чтобы... Прикольно. Тут и без ботсада вон сколько, посмотри. Пока вы поздно, пока нет. Пока дошли. Так, смотрим. Я же говорил, что-то 200 рублей как-то не такая цена в сети, которая... Вот 500 рублей нормально. Пенсионеры 200, студенты 200. Вы же студенты. Мы всегда студенты. Мы по жизни студенты. Так, вот они билеты. 500 и... 200. Льготный 200, маме. И еще нам дали 10% скидку, чтобы там поесть. Ну, и мне кажется, там такие цены, что 10%... Сейчас посмотрим, как работает классический банк. Там, кстати, и туалет есть. Столовая что-то есть. О, на вот нам столовая лучше подходит, чем ресторан какой-то. Мы сейчас все найдем. Да, я вспомнил, что мы переживали, воды нигде не возьмем. Вот вода же. Какой фонтан. Короче, мы знали, где столовка. Я даже понял. Ой, давай поедим, потом я уже достану камеру. Здесь он вообще на полу, видишь. У-у-у! Короче, это мама столовая там, где мы заканчивали все время осмотр. Ну, какие теплицы с боков. А что там такой? Институт какой-то, что ли? Где они все это разрабатывают? Очень интересный козырек, очень интересные светильники. Государственникический ботанический научный отдел. очень крутой козырек прям столовая столовая сейчас покажу там вот такой сам гриле до цены не столовски с третьей что показывает короче вот это мы сейчас уже смешали поражали что-то нифига не не столовые а сколько что в ресторане 907 ну короче вот это 1000 котлетки картошка и компоты 500 рублей 500 рублей я нише говорят и миди хотел тут ресторане там наверно 5000 порция сегодня столовка столовка а у меня 600 рублей но с голубцами у тебя хоть с голубцами да и 1 2 ты вообще удачно все выбрал все приятного нам аппетита как по-домашнему написано миша ну как те в принципе с единость ты рассольник вилда остальник до классических столовских а голубцы не твердая с минусом только с минусом а тебе как наши котлетки а потом мама говорит они наверное все таки свиньи снеговяжья свины ну ладно ну зато мы хотели столовской еды мы ее получили да и сейчас будем гулять с чистой совестью смотрите сколько людей в очереди стоит все нашли мы до самого начала что все смотреть по порядку ну и где тут розы а вот она еще это цветет глициния это глициния ма дал целый угол нифига нам повезло тут никого нету он манит прям до так это скорее всего наверно басик и был вот от этого дома ты сейчас точно туда навернешься это было бы конечно эффектно просто я хорошего кадра я всегда готов прибежит разгвать все ребята мы пофоткались щекарные кадры конечно берешь телефон начинает что-то циникать а что за звезды это не в советском союзе ли это в театр это построили но здесь смотри греческие мотивы звезды может быть это и амфоры я не знаю там белые пушки вон белые пушки даже отсюда вешай костика лето ах лето вот здесь вот тут прикольно прекрасно но все равно лучше чем без ничего а представляешь там оркестр когда было даже вот я сейчас разговариваю слышно вот это эхо не ха вот этого усиленный звук оркестр когда там играл какой духовой да я выходила певица петь звучание наверно было софия ротару какая-нибудь там реку горсетель вся земля тепло согрета и по ней мы поем и звезды лета дарит свет даже днем даже днем я так хочу чтобы это не венчалась чтобы оно за мною мчалась со мною след я так хочу чтобы маленьким взрослым удивительные звезды дарили свет ах лета ах лета лето звездное звонче пой лето ах лета лето звездное молодцы так все мы после выступления идем наверх пойдемте на балкон все пошла жара в хату мама мама начала песни петь уже когда вышли со сцены вспомнили что бы спели походу я вижу где был парад ну да я как будто говорят нельзя трогать без стыдницу вот наверно вот здесь вот и был паратрос смотрите какая пустая территория мы вовремя мы всегда когда приезжаем тут всегда пустая территория я представляю как тут красиво тут тюльпаны были это все тюльпаны были нифига сколько тюльпанов в конце октября приедем тут открыто но это их офис наверно да с обучением какая лестница смотрите какие чеканки архив туалет а какая лестница прикольная а это наверно один директор и другой директор ну-ка 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 а заместитель директор по науке а тут приемная вот он стивен директор никитского ботанического сада почему его там что-то мама вообще не раздуплит что здесь можно посмотреть мы пришли в бамбук мы ребят где-то час с лишним наверно были вот здесь вот отсюда эпичника смотрится пойдемте он туда блин а шо ж в этом домике интересно наверно раньше инструменты всякие хранились на революционный тоже что такое ощущение что я сюда не доходил никогда сейчас посмотрим кто это такое питанный молотов 1935 57 год никитский ботанический сад носил именем молотова бюст находится на постаменте установлен на партии 57 году заменен на бюст ленина вот это что ли там был слушайте так это гранит мрамор бюст находился на постаменте установлены на партерий в 1957 был на ленина а еще раньше флора там было прикольно он прям из другого камня сделан блин никогда вот так вот близко подхожу и трогаю каменник мне кажется что он меня укусит вон видите садовники розами занимается садовники розами занимается смотрите рыбки какие посмотрите их тут сколько много золотые рыбали это дербаня корешок какой-то хлеба а так эти же цветут еще лилей лотос теплая вода и хлебушком нельзя кормить давайте здесь тоже возле просто смотрите такая стайка берем туда блин прикольно аквариум на мишу сфоткал лежа он лег прям я над ним стал хочешь так же а я как лягу так это несложно тут получается вся спина лежит вот лягушка сидит на листочке вот эта часть как всегда какая-то неухоженная вроде розы растут но вот как-то сюда глаз не падает еще вот этот дебильный забор который он там сбоку идет хотя здесь вид офигенный с горой вот они эти как мне сказать господи корни карнизами как вот это называется когда одна над одной террасами блин карниз гранатик хорошая земелька тут у них это реальный мрамор мы тут ребят вспомнили что тут же где-то эти вниз водопады с рыбками тоже золотыми будут ну да мы каскадом подошли вот про них мы вспомнили вон сколько рыбок и вот ну да вообще стая на на и знаете за рыбу паркене все дима так живут золотые наверно смотрите тут сколько цветущих на тут вода конечно ну наверно такая кувшинка мы нужна вода пальмарина пришлось мой дождь пошел блин надо убегать вот эта теплица ребят не знаю ли оранжерея как назвать видите она тоже каменная почему-то она заброшенная мне кажется им надо реставрировать а здесь знаете что я увидел подпорки чугунные прикольные честно знаю откуда оттуда что ли вам показать прям держат потолок чугунные прикольные подпорки а решетки видите клёпаны еще прикиньте теплицы еще наверно 800-х годов целая стеклянная вели бы ее по-человечески ее надо восстанавливать деревянной красивой двери здесь делать там теплица а в ней даже подпорки чугунные целые на только на заброшенного вот она это роща бамбука тоже экскурсовоз говорит беседка мальвины мама специально покупала диск пересматривала сказку там все в студии снят прикольные такие прутики да смотрите здесь тоже фонтан слез типа а между говорит а чё они не не это он вон потихоньку течет ты уже оторвал куз а чё там пруд какой-то да нет сломано просто какой-то уже с бамбука пришел отсюда смотрится как будто там вода ребята вот такой ролик у нас получился спасибо что его посмотрели жду вас а рюкзак в комментариях пишите комментарии лайкайте видео с вами был игнат я был с мамой и с мишей пока пока и Продолжение следует...